здравствуйте дорогие цветоводы гости и подписчики моего канала сегодня смешиваю грунт для суккулентных растений у меня очень много суккулентных растений это хавортия сансеверии разных видов толстянка и другие я очень люблю эти неприхотливые комнатные растения они хорошо растут в квартирных условиях не требует много ухода но у этих растений есть одна слабость при переливе их корни легко загнивают и растения могут погибнуть также неподходящим грунте даже при правильном поливе суккулентные растения плохо развиваются их корни страдают а любит суккулентные растения рыхлый пористый грунт суккулентом не нужен слишком питательный и влагоемкий грунт наоборот в такой земле которая долго держит влагу долго просыхают эти растения будут гибнуть дорогие друзья для приготовления грунта для суккулентов потребуется два вида компонентов первый вид это неорганические составляющие для создания пористой структуры почвы можно использовать крупный чистый песок мелкий строительный песок не подходит можно использовать перлит я его не очень люблю так как он очень легкий при поливе часто всплывает вместо перлита я выбираю вермикулит причем использую вермикулит фракции довольно крупные здесь фракция 35 миллиметров и здесь фракция вермикулита до 10 миллиметров смотрите вот такие вот крупные кусочки вермикулита есть вермикулит мелкие а я его для суккулентов не добавляют также есть диатомит вот допустим тоже мелкий здесь его тоже для суккулентов не использую стараюсь использовать рыхлые компоненты с крупной фракции или средней фракции также отлично подходит для добавления в грунт суккулентом циолит здесь этот материал он участвует как почвоулучшитель обогащает почву микроэлементами делают структуру такой рыхлой воздушной и здесь вот такая вот фракция примерно 35 миллиметров кусочки так вторая группа это органика в качестве органики можно использовать обычный садовый грунт или дерновая земля грунт должен быть просеянный без мусора также это может быть обычный универсальный грунт для комнатных растений которые вы покупаете в магазине и еще один компонент это древесный уголь но мы его добавляем для обеззараживания почвы здесь у меня уголь для шашлыка можно его измельчить и добавлять небольшими чтобы было кусочками примерно до одного сантиметра достаточно пол столовой ложки на 1 литр грунта для обеззараживания почвы и так друзья чтобы смешать грунт я использую пропорцию 50 процентов органических составляющих и 50 процентов неорганики это с учетом что у меня мои растения находятся в теплой квартире круглый год при температуре 25 градусов если у вас суккуленты растут прохран прохладных условиях то а можно количество органических составляющих уменьшить и увеличить количество вот этих разрыхляющих компонентов даже можно использовать соотношение одна часть органики и три части рыхлых компонентов начиная замешивать грунт и допустим не необходимо приготовить 4 литра грунта для суккулентов 50 на 50 50 процентов органической составляющей это 2 литра земли 2 литр верновой земли литр по объему вермикулита здесь у меня крупная фракция сверху и снизу пол-литра мелкая точнее средней фракции 35 миллиметров и тут до 10 миллиметров то есть встречаются вот такие крупные кусочки до сантиметра и 1 литр циолита и последним добавляем древесный уголь вот я выбрала такие мелкие кусочки примерно до сантиметра шириной и добавляем на 4 литра две столовые ложки теперь грунт тщательно перемешиваем дорогие друзья посмотрите какой получился рыхлый субстрат он очень рыхлый посмотрите какой он светлый так как рыхлые компоненты светлые всего 50 процентов дерновой земли такой грунт отлично подходит для выращивания всех суккулентных растений сейчас я его немножко увлажняю еще раз хорошо перемешиваю и в принципе грунт готов к использованию дорогие друзья хочу показать еще раз грунт уже увлажнен он потемнел он все равно остается легким рыхлым сыпучим он не будет слеживаться и корни в нем будут отлично дышать